Марина Кобыльского работает в детском саду села Кабановка. Здесь нет офиса врачей общей практики. Поэтому передвижные ФАПы, которые появились на службу медиков, для жителей таких малонаселенных деревень, как это – выход из положения. Фельдшерско-акушерские пункты оснащены морозильными камерами. В день приезда ФАПа в деревню 37 жителей Кабановки выразили желание сделать прививку. Потому что очень сильно люди болеют. После этого гриппа большие последствия. Очень сильно действует на весь организм. Поэтому решили, чтобы не болеть, других не заражать, надо прививаться. Мобильный передвижной ФАП – это кабинет врача, полностью оснащенный всем необходимым оборудованием. Здесь можно сделать ЭКГ, пройти осмотр терапевта, педиатра, гинеколога, а также диспенсеризацию. На службе у врачей Самарской области теперь 19 таких передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. В конце прошлой недели в медучреждениях региона их передал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Прибрешено 37 человек. Люди идут, ну так скажем, активно. Потому что все-таки, учитывая пандемию, ну ковидную, пандемию по новому коронавирусной инфекции, дабы защитить себя и своих близких, мы приглашаем, с населением работаем, активно их записываем и выезжаем уже потом в село и вакцинируем. Этот фельдшерско-акушерский пункт уже побывал в селах Черновка и Александровка. Всего в области теперь 164 прививочных пункта. Записаться на вакцинацию можно в своей поликлинике по телефону горячей линии 122 или на портале госуслуг. Тех, кто записался в лист ожидания, приглашают на прививку сразу, как только новая партия вакцины прибывает в поликлинике. Платить за прививку не нужно. Мэри Елчан, Виктория Шара, События.